здравствуйте мои друзья наконец-то наступил период цветения моих дендробиумов кинга пусть они не видовые варианты а гибридные но тоже очень красивые и ароматные с распуском бутонов квартира наполняется стойким нежным ароматом сирени всем известно что дедробиум кинга считается эндемиком восточной австралии где широко известен как розовая каменная орхидея а почему каменная так как в основном произрастает литофит на наскалах но иногда встречается как эпифит и очень редко наземным растениям в пределах своего естественного ареала дендробиум кинга произрастает на валунах и вращели на скал в открытом лесу или рядом с лесными ручьями иногда встречается как отдельное растение но может также образовывать большие колонии диаметром несколько метров губчатые белые корни позволяет ему быстро поглощать воду с влажной поверхности камня а в других случаях отражать цвет чтобы избежать перегрева во время длительных засушливых периодов стебли и псевдобульбы могут быть прямостоячими или раскидистыми служащие запасающим воду органам в засушливый период корни выходят из более толстого основания псевдобульбы которая сужается кончику высота растения варьируется от 5 до 30 сантиметров каждая псевдобульба имеет от 3 до 6 листьев листья тонкие зеленые гладкие иногда складчатые достигающие в длину от 3 до 10 сантиметров цветоносы появляющийся из верхней части псевдобульб несут кистевые соцветия составляющие в длину от 7 до 15 сантиметров и несущие до 15 цветов плотной структуры диаметром от двух до трех сантиметров вот такие интересные и загадочные эти австралийские диндробиумы кинга разглядывая мои орхидеи вы скорее всего поняли что это не новички в моей коллекции кто-то из них появился больше 10 лет назад кто-то около 7 8 и кто-то буквально в том году тесно говоря после приобретения я не испытала никакой трудности после приобретения были пересажены тут же пошли в активный рост и сразу же процвели свой первый период цветения и продолжали каждый год до сегодняшнего момента эти разновидности есть не создать определенные условия то очень даже капризны так как это эндемик австралии то конечно требует умеренно теплые температуры в осенний зимний и весенний период без перепадов орхидеи не процветет к яркому прямому солнечному освещению динробиум кингиану мне требователен хотя в летний период я стараюсь содержать на ярком освещении но так как то лето у нас было очень жарко и не было сезона дождей то на моих орхидеях можно заметить легкие ожоги на листья благоприятная интенсивность освещения должна составлять от 30 до 40 тысяч люкс то есть как котлейным группам особое внимание мне хотелось бы уделить именно поливу так как каждый год именно под роликами динробиума кинга задается много вопросов одним словом можно сказать что это кактус орхидея которая не требует частого полива об этом говорят естественные условия где имеется длительный период покоя то есть орхидея должна находиться большую часть сухой чем влажный при излишней влаге листья этой орхидеи покрываются грибковой сыпью также нужно следить чтобы растение сильно не пересыхало это можно наблюдать по слегка сморщенным псевдопульбам и вовремя поливать в моих условиях полив осуществляется только один раз в месяц где я произвожу общее замачивание всех своих орхидей балансированным удобрением формула 20-20-20 но я неоднократно говорила что между поливами я увлажняю каждую орхидея из поливизатора к этим орхидеям я практически не подхожу вы наверное сразу спросите влажности воздуха до зимний период у меня тут влажность довольно высокая но когда открывается створки то влажность опускается до 20 30 и 40 процентов в этот жаркий период я слежу за состоянием псевдопульп и если они начинают сильно смаживаться то осуществляю полив вот и весь уход орхидея очень легкая и нетребовательная в уходе если конечно имеются умеренно теплые температуры но если их нет я думаю что можно осуществить и опустить температуру до плюс 13 14 градусов это вполне хватит для цветения этого прекрасного дендробиома кинга вот вроде бы и все что я вам хотела рассказать и показать а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока